КОНЕЦ Для Украины идея незалежности, то есть независимости, государственной, национальной независимости – это очень молодая идея, появилась она поздно, в 19 веке. А в прошлом, в далеком прошлом, возможность создать на территории Украины самостоятельное государство была у гетмана Богдана Хмельницкого в середине 17 века. Но это была чисто теоретическая возможность, возможность с нашей точки зрения. Это нам кажется, что государство можно печь как блины, но это заблуждение. В действительности, Хмельницкий, предводитель Запорожского войска, контролировал в то время только Киевщину, это левый и правый берега Днепра. Там в результате Казацкой революции была ликвидирована польская королевская власть. Так почему же Хмельницкий, человек, безусловно, талантливый, не создал самостоятельного государства? Хмельницкий был реальным политиком, он не предавался иллюзиям. И для него вопрос стоял так – либо с Россией, либо с Польшей. Субтитры создавал DimaTorzok С польским королем Яном Казимером Гетман Богдан Хмельницкий встретится в августе 1649 года. Обстоятельства и место этой важной встречи говорят сами за себя. Она произойдет в польском военном лагере, который был разбит недалеко от города Сборова. Это на территории нынешней Западной Украины. Во время встречи король хранил молчание, чтобы окончательно не уронить свое достоинство. Королевский лагерь был со всех сторон окружен неприятелем – войском Богдана Хмельницкого и конницей его союзника – Крымского хана. Неожиданно Хмельницкий предложил начать переговоры о мире. И поляки расценили это как спасение. Перед угрозой полного разгрома они стали сговорчивее, и Хмельницкий диктовал свои условия. Ну, конечно, в самых изысканных и добропорядочных выражениях. Вот так был заключен сборовский мир между Польшей и Запорожским войском. Гетман присягнул на верность Речи Посполитой, присягнул на очень хороших условиях. Польша предоставила Запорожскому войску широкую автономию. Все было закономерно и предсказуемо. Однако положение Хмельницкого было шатким. Сборовский мир давал только временную передышку. Гетман прекрасно понимал, что только его военная сила составляет Польшу терпеть на своей территории не только православную, но и казацкую область, Украину. При первой возможности поляки наведут здесь порядок. Предчувствия не обманули Гетмана. Через два года Польша соберет военную силу и начнет военные действия против казаков. На этот раз удача будет на стороне польских властей. Двухнедельное сражение у городка Берестечка закончится жестоким поражением Запорожского войска. После Берестечка Хмельницкий изменит свою политическую линию. Он будет искать и добиваться не польского, а московского подданства. Он будет именно искать и добиваться этого, потому что московская власть будет весьма осторожно относиться к просьбам Гетмана. Причины этой насторожности лежат на поверхности. Во-первых, у московского царства был мирный договор с Польшей. И принять Украину, как ее называли на Москве, Малую Русь или Малороссию, означало испортить отношения с Польшей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но было еще одно важное обстоятельство, которое настораживало Москву. Это мятежная казачья сила. На Москве очень хорошо знали, кто такие казаки. Своих казаков было много на юге государства. Этот полукриминальный мир едва не разрушил московское царство в смутное время. Вся плеяда самозванцев забиралась или стремилась забраться на московский трон с помощью казачьей силы. А что вытворяли украинские казаки Гетмана Сагайдачного? Как они разоряли русские города? Одним словом, все было не так идиллично, как это иной раз кажется сегодня. Я уж не говорю о том, что украинские православные иерархи, ну, прежде всего, киевский митрополит Сильвестр, были против московского подданства. Вот ведь до чего дошло дело, что Польша с ее унией, с ее иезуитами была предпочтительнее Москвы. А ведь 600 лет назад это была единая киевская держава, одна русская земля и одна русская культура. И на Руси до сих пор пели бы лины о тех славных временах, о киевских князьях и о Киеве, матери городов русских. Об этом помнили. Но и 600 прошедших лет перечеркнуть было трудно. Эту проблему станет рассматривать специально созванный царем Алексеем Михайловичем Земский собор. Лучшие люди страны решат принять Украину в состав России. Это без всякого преувеличения великое событие происходило здесь, в Переславле, в гетманской столице Украины. 8 января 1654 года эта площадь перед Успенским собором была заполнена народом. На месте нынешнего, более позднего здания стоял старинный храм, и именно в нем запорожское войско и гетман присягали на верность русскому царю. Но сначала была Рада, народное собрание, которое по казацкой традиции решало самые важные вопросы. Эта переиславская Рада решала судьбу Украины. Быть ли ей вместе с Россией? В центре площади было небольшое свободное место, и в этот круг вышел гетман Богдан Хмельницкий вместе со всей генеральной старшиной и полковниками. И тогда гетман обратился к своему народу с речью. Вот уже шесть лет мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопролитиях с гонителями и врагами нашими. Хотят они искоренить Церковь Божью, чтобы имя русское не поминалось на земле нашей. Видим мы, что не можем мы без царя. Гетман говорил о милости московского царя Алексея Михайловича, о его готовности принять Малую Русь в состав Московского царства и о том, что переславлю уже прибыли государевы послы. «Только тут мы можем обрести благотишайшее пристанище», — говорил Хмельницкий. «Кто не согласен с нами, пусть куда хочет вольная дорога». Ему со всех сторон отвечали, — «Волим! Подвосточного православного царя волим!» Один из полковников обходил круг и спрашивал на все стороны, — «Все ли так соизволяете?» Ему отвечали, — «Все единодушно!» Весной 1654 года по Смоленской дороге началось активное движение войск. Московские полки шли к литовской границе. Участие в походе самого царя Алексея Михайловича говорил о значимости происходящего. Впереди государевы полка везли из Москвы икону Иверской Богоматери. Вот так начиналась война России с Польшей, она продлится 30 лет. Война была прямым следствием включения Украины в состав России. Польша бы никогда добровольно не согласилась с утратой этих земель. Ближайшей целью был Смоленск. Вот уже 20 лет, как Россия потеряла этот город. Он был захвачен поляками в смутное время. Смоленск открывал дорогу вглубь Речи Посполитой. В ту пору это сильнейшее государство Европы. Рассчитывать на легкую победу не приходилось, и воеводы готовились к трудной борьбе. Были и те, кто даже предавался отчаянию. Слишком свежей была память о том, как поляки хозяйничали в Москве и разоряли русскую землю. Но теперь польская армия не сможет остановить наступление московских полков и присоединившихся к ним запорожских казаков, присланных Хмельницким. Известия о сдаче городов следует одно за другим. Дорогобуш, Невель, Полоцк, наконец, Смоленск. Московское командование само остановит наступление, когда узнает о вторжении в Польшу шведского короля Карла X. Отдать Польшу в руки шведов – это не входило в планы Москвы. Представьте такой сюжет. Шведский король Карл завоевывает Польшу. Украинский гетман за спиной Москвы ведет с ним тайные переговоры. Московская власть пытается прояснить ситуацию, а гетман сказывается больным. Вы, конечно, без труда узнали в этом сюжете знаменитую историю гетмана Мазепы, который накануне Полтавской битвы изменил русскому царю Петру Великому. Но самое удивительное, что точно такой же сюжет, но, разумеется, с другими деталями, имел место на 50 лет раньше. И герой у него был другой. Это Богдан Хмельницкий. При этом почему-то только Мазепу мы считаем изменником, а Хмельницкий продолжает оставаться для нас героем. Ему поставлен эффектный памятник в Киеве. И это не случайно. Почему-то нам важно, чтобы образ Хмельницкого оставался обязательно светлым, но уж Мазепу можно представить банальным злодеем. Хотя все это мифология. Это, что называется, другая история. А дело было так. В самый разгар войны в Москве было получено ошеломляющее известие о том, что Хмельницкий заключил с шведским королем Карлом X секретный договор о разделе Польши. К тому же Хмельницкий уже послал на театр военных действий часть Запорожского войска. С точки зрения Москвы это было преступление. Хмельницкий нарушал все писанные и неписанные законы. В свое время царь Алексей Михайлович предоставил Гетману право принимать иностранных послов. С условием, что в Москве об этом сразу же узнают. Запорожское войско было лишено права самостоятельно принимать внешнеполитические решения. Оно присягнуло московскому царю. А в Москве было самодержавие. И то, что еще можно себе представить для республиканской Польши, в Москве было исключено по определению. История закулисных переговоров с Карлом X – это первый звонок. Оказывается, не все так просто и ничего не проходит бесследно. Украина десятилетиями стойко боролась с ополячением, но незаметно для самой себя восприняла и усвоила многое в польской культуре, в том числе в польской политической культуре. А там все построено на договоре. Договорились, разграничили полномочия, подписали документ и начали качать права. А политическим идеалом Москвы было служение. Вот и выходит, что на многие вещи хмельницкие и московские власти смотрели по-разному, в том числе на политический статус Малороссии. Чтобы резко одернуть Хмельницкого, Алексей Михайлович послал на Украину верных людей. Они немежкой прибыли в Чигирин, где в то время находился Хмельницкий. Гетман устроил послам роскошный прием, но изо всех сил пытался избегать разговоров о государственных делах. Ссылаясь на слабость и болезнь. В каком-то смысле это было действительно так. Гетман был болен. Но царские послы не принимали во внимание никаких отговорок. И Гетману пришлось выслушать урок русской государственности, лежа в постели. Шведский король – недруг московского царя. Поддерживать его преступления. «Страшись за свои неправды, праведного гнева Божия», – говорили царские послы. И снова Хмельницкий был перед тяжким выбором. В его положении обязательно нужно было чем-то жертвовать. Либо верой, либо политической свободой. Запад преследовал веру, а Москва отбирала политическую свободу. Вся эта история подкосила Гетмана. И он умер в Чигирине вскоре после переговоров. Из всех украинских Гетманов Хмельницкий – это, конечно, самая крупная фигура. Это он избавил народ от польско-католического плена. За этого его называли «Моисеем веры русской». После смерти Хмельницкого на Украине начинается разруха. По-украински – руина. Это время бесконечных гетманских измен и шатаний. Попытки пересмотреть решения Переславской Рады. Разорвать с Россией и уйти обратно в Польшу. К этому стремятся, конечно, далеко не все. Запорожская сечь, рядовое казачество, вообще беднейшие слои продолжают поддерживать московскую линию. В сторону Польши смотрит казацкая верхушка. Смотрит небескорыстно, ее соблазняют вольности польской шляхты. Старинные песни называют это великое паньство несчастным казацким лакомством. Поляки используют это лакомство в качестве приманки, чтобы посеять раздор на Украине. Дело доходит до прямой вражды, до противостояния, до братоубийственной войны. Летом 1958 года две противоборствующие казацкие армии выходят на битву под Полтавой. Побеждает откровенно пропольская партия под началом нового гетмана Ивана Выговского. При Хмельницком он занимал должность генерального писаря. Это что-то вроде канцлера. Выговский происходил из украинского шляхетства и начинал польскую военную службу. В Запорожском войске он оказался при странных обстоятельствах. Его нашел Хмельницкий среди пленных после одного из сражений. Очевидно, Выговский выделился своей образованностью. В свое время он закончил Киево-Могилянскую коллегию. Примкнув к казакам, он сделал головокружительную карьеру и быстро занял один из ключевых постов казацкой старшине. Но не военные подвиги выделяли его. Коловращение политических дел – вот его стихия. Избранный гетманом, Выговский затеял хитрую политическую комбинацию. Он стал распускать слухи, дискредитировавшие московского царя. Якобы Алексей Михайлович хочет переселить малоросов в Москву и Сибирь. Тем временем он стал форсировать переговоры с Польшей, чтобы побыстрее перейти под верховную власть польского короля. Когда московское правительство узнало об этих переговорах, оно послало сюда, в Малороссию, 150-тысячную армию под командованием князя Трубецкого. Вообще-то, никто не хотел воевать. Это типичная для того времени демонстрация силы. Новый Говский решил пойти в Абанк. Используя военную силу, присланную из Польши и из Крымского ханства, он разгромил армию Трубецкого. Это сражение закончилось отвратительной резнёй русских пленных. Трудно себе представить более серьёзные испытания для взаимоотношений между Великой и Малой Русью. Измене Выговского не суждено было оторвать Украину от России. Победа Гетмана под Конотопом была первой победой. Выговский посеял ветер, опожал бурю. Бурю народного выступления, восстания. И вот тогда, наверное, на Москве окончательно поняли, что Гетман с его старшиной и со всеми полковниками и малороссийский народ – это не одно и то же. У них разные интересы и цели. Во времена Богдана Хмельницкого казачества именно узурпировала власть на Украине, пользуясь, конечно, неорганизованностью и непросвещенностью простых людей. А все-таки хитрый Выговский просчитался. Были обстоятельства, при которых народ начинал борьбу, несмотря ни на что. Достаточно было появиться слухом о том, что Гетман поддался полякам. Мысль о польском владычестве была невыносима малороссам. Почва стремительно уходит из-под ног Ивана Выговского. Старшина видит это, видит, как растет народное возмущение и покидает Гетмана. Новым Гетманом решено возвести сына Богдана Хмельницкого Юрия. Вообще-то, эта идея впервые появляется тогда, когда его отец лежал на смертном одре. Но в то время Юрию всего 16 лет, теперь ему 18, невелика разница. Но дело в том, что Юрий не унаследовал талантов своего отца. У него нет ни твердости, ни воли. К тому же он не очень здоровый человек, страдает многими болезнями. Такой Гетман неизбежно станет игрушкой в руках своего окружения. Это наделает немало бед. Но пока, в октябре 59-го года, Юрий Хмельницкий и казацкая старшина прибывают в Переславль. Здесь их встречает князь Трубецкой. Это ему Москва поручила уладить малороссийские дела. Старшина бьет челом, просит прощения за измену и объясняет, что склонил их к этому Ивашков-Иговский. А потом собрали Раду, здесь, в поле за городом, чтобы успокоить всех, чтобы показать, казачество возвращается под царскую руку. И не нужно волноваться. Раду изберет Гетманом Юрия Хмельницкого. А потом станет обсуждать статьи или правила, что может, а чего не может делать Гетман. Самое важное правило – это перечень украинских городов, в которых размещались московские воеводы. А вот это нужно было сделать давно не при сыне, а еще при отце Богдане Хмельницком. Наличие администрации в централизованном государстве – это нормально. В конце концов, малороссийский народ присоединился к московскому царству, к сильному государству, желая порядка, желая ограничить произвол казачества. И история Гетмана Ивана Выговского, отвергнутого народом, это очень хорошо показала. И осталось дело за малым – преобразовать институт Гетманства из казацкого в национальный государственный институт. Ведь интересы казачества и интересы всего малороссийского народа – это не одно и то же. Но вот этого не получилось. И поэтому не пройдет и года, как Юрий Хмельницкий изменит Москве и переметнется к Польше. Для московского царства это будет удар в спину. Русская армия в то время воевала в Польше и попала в очень трудное положение. На помощь Хмельницкого надеялись русские воеводы. Она нужна была как воздух. Но эта помощь не пришла. Следствием этого было поражение русской армии в Волыне. Это поражение целиком на совести Юрия Хмельницкого и его советников. А ведь Россия воевала в Польше за Украину и за украинский народ, который не хотел польского владычества. В результате все обернулось трагедией. Разделом Украины на правобережную тяготеющую к Польше и на левобережную, присоединенную к Москве. Каждая часть будет избирать своего Гетмана. Но на этом полоса гетманских измен не кончится. Самый известный персонаж из этого ряда это, конечно, Гетман Иван Мазепа. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» В цикле «Жили-были славяне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова